Самый разгар строительного сезона. Пора определяться, какой дом себе построить. Каркасный или каменный? Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня приехали на наш построенный дом из газобетона для того, чтобы сравнить стоимости строительства одного и того же проекта, но в двух разных исполнениях. Сначала немного расскажу о том, что мы здесь построили, а после этого мы с вами подробно сравним две сметы. И обязательно досматривайте видео до конца, чтобы узнать, как бесплатно получить проект дома и сметы на его строительство. Поехали! Итак, друзья, у нас здесь одноэтажный дом из газобетонного блока, который построен на утепленной шведской плите. Кстати говоря, видео о том, как мы строили эту утепленную шведскую плиту, вы можете найти на канале. Вот здесь сейчас всплывающая подсказка появится, можете перейти и посмотреть. Итак, по поводу этого проекта. У нас здесь дом из газобетона, который закрыт мягкой кровлей. И здесь осталось по фасаду еще закончить карнизные свесы, покрасить еще лицевую группу. Основной фасад у нас здесь покрашенный в белый цвет, и там еще будет графитовая вставка. Декоративная штукатурка с утеплением базальтовой ваты под ней. Ну и, собственно говоря, здесь у нас проект 180 квадратных метров по площади застройки. Причем из них 35 квадратов это закрытая терраса, которая за моей спиной. Пойдемте, мы через нее зайдем в дом. И тут такие, идем, идем, идем. Прошу вас не обращать внимания на беспорядок, все-таки стройка еще не закончена и не сданный объект. Но, что здесь есть интересного? Ну, во-первых, это закрытая терраса в 35 квадратов. И так как этот дом построен на УШП, у нас здесь теплый пол прямо в плите. Вспоминая прошлый год, то, как мы здесь залили фундамент и вышли в итоге на кладку блоков, я помню, что мы пересобирали три первых ряда три раза. Просто потому, что собрали первые три ряда. Заказчика это не устроило просто потому, насколько ровной была кладка, насколько аккуратные были швы. Мы пересобрали еще раз. Его это снова не устроило. И потом уже просто поменяли бригаду, закрепили отдельного прораба за этим домом. И, знаете, я бы здесь, ну, наверное, мог возмущаться, но мне хочется честно поблагодарить нашего заказчика. Вадим, если вы смотрите это видео, огромное вам спасибо за вашу требовательность и за вашу внимательность к деталям. Потому что благодаря вам мы нашли нашу точку роста. И я считаю, что в этом плане мы выросли. И здесь, на самом деле, показательная ювелирная кладка газобетонного блока такая, какая она и должна быть. Но, я думаю, друзья, вы и сами на это уже обратили внимание. И благодаря тому, что у нас здесь настолько аккуратная кладка, очень тонкие швы, будет минимальное количество теплоподерей у этого дома. И дом получится максимально качественным и энергоэффективным. Ну, а теперь можно показать вам те самые блоки, которые мы демонтировали и пересобирали. Вон они у нас на поддоне стоят. Мы это в скором времени вывезем, уберем мусор со строительной площадки, закончим фасадные работы и будем сдавать дом. Нам, друзья, за честность и старание обязательно нужно поставить лайк и написать комментарий, какой бы дом вы себе построили в 2024 году. Каркасный или каменный? И обязательно напишите, почему. А мы переходим к сравнению с методом. Давайте, друзья, сначала определимся, что мы с вами разбираем стоимость строительства до одного и того же проекта. 100 квадратных метров, 10 на 10. Так, по крайней мере, большинство людей планирует свое строительство. Вот они все представляют, что у них дом квадратной формы, 10 на 10. А уж какая там будет планировка, уже не так важно. Нам это с вами просто показательно удобно в сравнении. Там уж, конечно, планировку каждый сам для себя продумает. Но если вам интересно, чтобы мы подобрали проект дома в 100 квадратных метров, пусть это будет 10 на 10 или 11 на 9, пишите нам в телеграм-канал. Мы каждому из вас можем подобрать бесплатно проект дома и отправить прозрачную смету на его строительство. Ну и так, у нас здесь 100 квадратных метров. Одноэтажный дом, который построен на монолитной плите. Не у ШП. Мы сейчас разбираем стоимость обычного дома, где обычный нормальный фундамент. В общем-то, поехали. Монолитная плита 300 миллиметров в высоту. Арматура в два ряда, 12,8. Вязка проволокой М350 марка прочности бетона. И стоимость такого фундамента 1 108 000 рублей. Высота потолков в этом доме 3 метра. Причем в обоих случаях, что в каркасе, что в блоках. И получается, что когда мы заканчиваем коробку, коробка у нас здесь из газобетонного блока 300 миллиметров в толщину. У нас получается стоимость 1 466 000 рублей. Это с учетом деревянных перекрытий и армопояса, на которые эти перекрытия опираются. Выложили блоки, сделали армопояс, сделали перекрытие. Все, это 1 466 000 рублей. Дальше закрываем крышу металлочерепицей. Крыша четырехскатная, со всеми доборными элементами. Это еще 1 026 000 рублей. И, грубо говоря, 3 600 стоит готовая коробка. Фундамент, коробка, крыша. Теперь нам нужно вставить окна и входную дверь. 18 квадратных метров окон и одна металлическая входная дверь с терморазрывом. Это еще 336 000 рублей. В качестве фасадной отделки я предлагаю взять за основу декоративную штукатурку. Это не так дорого, как кирпич. То есть, это такая, знаете, золотая середина. Смотрится это современно, аккуратно и очень-очень интересно. И прежде чем мы будем наносить декоративную штукатурку, нам нужно утеплить дом в 100 мм базальтовой ватой. По крайней мере, это актуально для нашего холодного региона. Если вы, например, планируете построить дом где-нибудь в европейской части страны, то можете взять утепление 50 мм для газобетона 300 мм толщину. Ну или если вам хочется детально разобраться с тем, сколько утепления нужно для вашего дома, мы записывали на эту тему полноценный ролик. Можете найти на нашем канале ролик, называется «Утепление газобетона». Там я все детально разобрался по техническим расчетам. Сделали мы утепление, сделали штукатурку, водосточную систему, карнизные свесы. Внешне готовый дом у нас получается 5 274 000. Грубо еще 940 000 добавили к стоимости. И остается сделать все инженерные сети. Это отопление газовым котлом, плюс водоснабжение, скважина, водонагреватель, фильтр и так далее. Септик на 10 кубов, металлическую емкость, электрику. И нужно сделать предчистовую отделку. Это стяжку пола поверх теплого пола и штукатурку стен, чтобы выровнять стены к дальнейшей косметике. Еще плюс 1 985 000 рублей. И получилось 7 259 000 рублей. И стоимость предчистового дома из газобетона 100 квадратных метров. Зафиксировали. Начнем мы с того, что здесь мы не обязаны с вами заливать бетонный фундамент. И используем сваи, которых 40 штук, трехметровых винтовых сваи. Вместе с обвязкой это 555 000 рублей. Далее мы возводим коробку из доски камерной сушки. Утепляем ее минеральной ватой, 200 мм утепления стен, 250 пол и потолок. Чтобы дом был энергоэффективным и по климатическим особенностям подходил для большинства регионов нашей страны. Но в европейской части страны, опять же, можно сделать 150 мм утепления. Хотя сделаете 200, особо ничего не потеряете, только сэкономите на дальнейшем отоплении. Плюс гипсокартоном предчистовая отделка стен на пол фанера. И готовая коробка у нас здесь получается вместе со всеми пленками, гидроветрозащитой, пароизоляцией. Плюс крыша закрытая металлочерепицей. И получается, что 4 млн 94 тысячи рублей стоит готовая коробка каркасного дома. И вот на этом моменте вы такие, чего? Чего? То есть получается, каркасник сразу же дороже на полмиллиона всего на стадии коробки. Но давайте, друзья, до конца доберемся. Не все так очевидно. Добавляем такие же окна и такую же входную дверь. Цены точно те же, 314 тысяч. Добавляем в качестве фасадной отделки декоративную плитку Хауберг. Кучу раз уже показывали дома с этим фасадом. Можете открыть, посмотреть. Везде, где фасад такой под кирпичик или под камень, это вот декоративная плитка Хауберг. Тоже усредненный вариант для любого каркасного дома, как и штукатурка для каменного. И мы добавляем к стоимости еще 510 тысяч рублей за весь фасад. Водосточку, карнизы и декоративную плитку Хауберг. И теперь переходим к инженерным коммуникациям. Все то же самое, что и мы описывали ранее. Септик, скважина, электрика, отопление. Только в качестве отопления у нас здесь посчитаны уже конвекторы. Все-таки это каркасный дом и мы имеем право сэкономить на газовой котельной. Которая, кстати, для каменного дома нужна минимум 5 квадратных метров. Учитывайте это, когда мы говорим о доме в 100 квадратов, в каменном доме будет 95 квадратов реально площади, потому что 5 квадратов уйдет на котельную, где будет газовый котел. В каркасном доме, если дом отапливается конвекторами, можно не делать такую большую котельную. Сделать ее минимально 2 квадрата, просто на то, чтобы там был водонагреватель, фильтр для скважины, ну и другая любая мелочь для обслуживания вашего дома. И нам не нужна здесь стяжкая штукатурка стен, поэтому на коммуникации нам нужен всего 1 070 000 рублей. И 5 989 000 рублей стоит готовый предчистовой каркасный дом 100 квадратных метров. То есть получается, на сегодняшний день вы можете одобрить себе льготную ипотеку под 6 или там 8 процентов и взять 6 миллионов от банка без первоначального взноса, построить себе дом 100 квадратных метров с тремя спальными комнатами и просторной кухней-гостиной. И разница с домом из газобетона составляет почти 1 300 000. На самом деле, на эти 1 300 000 в современных реалиях можно сделать ремонт, забор, ландшафт, участок можно купить, если у вас еще его, например, нет. В общем-то, друзья, куда потратите сэкономленные деньги, решать вам и экономить ли деньги, тоже решать только вам. А мне хотелось показать вам прозрачно разницу и рассказать о том, сколько честно стоит построить каркасный или каменный дом в 2024 году. Всем огромное спасибо за просмотр, если вы хотите ознакомиться с этими сметами в спокойном формате, переходите на наш телеграм-канал, ссылка есть в описании. Там в закрепленном сообщении будут сметы и если вам нужно бесплатно подобрать проект, также пишите в личное сообщение, с радостью поможем вам. Всем хорошего дня!